Всем привет! Меня зовут Ваня Горнастаев и сегодня я расскажу про проект сайта Самарской набережной. Наше название проекта немножко изменилось, оно сократилось, стало более звучным. Также у нас появился теглайн, я думаю многие с ним согласятся. И у нас появился классный логотип, который берет свою айдентику от узнаваемой чугунной ограды на набережной. Да, у нас классная набережная, но в чем же проблема с ней? После ремонта в 2011 году отношение к ней изменилось. Здесь появилось реально много всевозможных активностей, как со стороны локальных сообществ, так и городских мероприятий. Но проблема в том, что эту информацию реально тяжело добыть. Она существует в разных источниках, но это сложно, сложно ее достать. Мы предлагаем разработать единый ресурс в виде сайта, где будет сосредоточена, где будет существовать лента всех мероприятий и всевозможной информации о набережной. Роль набережной в Самаре очень большая. Я думаю, что это даже больше, чем пар Горького для Москвы объективно. Какой эффект мы хотим получить и что это будет в результате? Будут объединяться всевозможные городские сообщества за счет единого ресурса. И это классный поинт для организации совместного досуга к горожан. За время хакатона нам удалось сделать несколько больших шагов. Первое – это нейминг логотипа. Нам удалось сделать рабочий прототип. Я покажу его на следующем слайде. У нас будет демо прямо в браузере. Мы немножко уточнили свою концепцию. И что, наверное, самое важное – мы нашли контент-партнера. Многие менторы нам задавали вопрос, что с контентом. И платформа – это всего лишь процентов, наверное, 20 от успеха этого проекта. И наш контент-партнер – это большая деревня. Большая деревня, я думаю, отлично знает, как найти актуальный, правильный контент, как с ним работать и, главное, как монетизировать этот проект. Теперь мы посмотрим демо. Это браузер. Сайт размещен на домене. Это live demo. Она сверстана на технологиях HTML, CSS, JavaScript. Здесь мы видим выдачу. Это такой своеобразный фит событий на набережной разного формата. В левом сайт баре у нас рубрикатор, который также является фильтром. То есть, да, это работает, можно пощелкать, и здесь меняется выдача. Здесь на некоторых событиях есть классные расширенные сниппеты, контекстные. Допустим, если событие имеет какое-то временное начало, здесь есть актуальная информация о времени, о стоимости и какой-то геопин, например. Страницу мероприятия, Жень. Да, здесь простая страничка мероприятия. Она также сверстана, но здесь ничего особенного. У нас есть кнопка «Добавить в календарь», который отправит события в Google календарь, и это можно будет потом получить нодификацию о нем. Также мы сделали прототип карты. Это интерактивная карта, сделанная на технологиях Google. Здесь расставлены разные пины. Это грубый прототип, но далее мы можем сделать разные категории мест питания, общественных туалетов, каких-то парковок и так далее. Это работающий прототип. У нас есть код, то есть это сделано за короткий промежуток времени. Осталось немножко подрихтовать дизайн, посадить это на WordPress и в продакшн. Да, презентацию, пожалуйста. Мы думаем, что мы запустим проект 15 мая к началу летнего сезона. Для этого у нас есть все компетенции, ресурсы, команда. Спасибо за внимание. Меня зовут Ваня Горностаев. Если у кого-то есть вопросы, здесь есть моя почта. Отлично. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...